Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Два часа назад из зала суда был освобожден Расун Мерзаев, который убил русского парня Ивана Акафонова. Что теперь? Власть говорит Валеру Лусью, и вам за это ничего не будет? Может быть. С другой стороны, у меня был случай такой, какой-то россиянин, ну, совсем нагло мешал мне жить и покупать себе еду, ну, пришлось ему локтёрно вернуть в челюсть. Ну, просто его вынужден. Он упал, ударился затылком Акафель. Вот какая у меня мысль была, как вы думаете? Мерзаев-то узник совести. Мерзаев точно узник совести, потому что у россиянина пошла кровь изо рта. Ну, хорошо, пришёл его друг, алкоголик, там они поднялись и поползли домой, что-то там матом поругались, ушли. Всё нормально, то есть, если бы он умер, вот ситуация аналогичная и всё непредумышленная. С другой стороны, каким надо быть охуевшим жопаном, чтобы убить парня по ебальнику вообще ни за что в клубе, что за девушку выступался. Пой девушку, эта подстилка просто ебаная, за девушку за свою заступался. Много я слышал, убил какого-то зажравшегося сына олигарха. Он не был сыном олигарха, я был у него дома. Он был просто молодой парень. Здесь ситуация, конечно, совсем неоднозначна. Понятно, что убийство было непредумышленное, понятно, что надо было сажать намного дольше. Но на фоне неё особенно весело смотрится то, что Максиму Узянину за то, что он немножко придушил ОМОНовцы на Митинге, дали 4,5 года, дали ему. 4,5 года вообще ни за что. У ОМОНовца даже сотрясения мозга нет. Он не обкакался. Ну, как бы, в прямом физическом смысле не обкакался. В переносном-то, естественно. Я не понимаю, что это за правосудие такое. Но посыл одно название, что, да, иди домой, гуляй, ничего страшного ты не сделал. Ну, естественно, заплатили бабла. Заплатили бабла, и я надеюсь, что в первую очередь сейчас будут проблемы у тех, кто это бабло взял. Хрен с мерзанием, он сейчас свалит куда-нибудь. Нужно сажать тех, кто взял бабло за его освобождение. До новых встреч.